Приветствую зрителей Политека Онлайн, я Екатерина Шумила, сейчас с нами на связи Валентин Землянский, экономический эксперт. Валентин, приветствую вас. Добрый день. Есть хорошие новости от наших соседей. МВФ выделил Грузии транш на сумму 200 миллионов гривен на поддержку экономики, пострадавшей от влияния коронавируса. Также МВФ продолжает выделять различным странам огромные, это не транш, это просто финансовая поддержка. В то время, когда Украина никак не может получить заветный кредит, что скажете, в чем проблема? Проблема в позиции самой Украины. Давайте после того, как появилась новость относительно поддержки беднейшим странам в борьбе с коронавирусом, было заявление со стороны украинских властей, мол, нам подачки не нужны, мы тут все такие из себя гордые и независимые. После этого, когда поднялся вопрос о реструктуризации, никакой реструктуризации, мы все будем выплачивать и мы ведем переговоры с МВФ. Но мы тут видим, что переговоры с МВФ уперлись, во-первых, в принятие закона о рынке земли и о банковский закон, который сейчас проходит через Верховную Раду. И более того, продолжается вот это нагнетание, накапливание вопросов со стороны международных кредиторов относительно нее. Подождите, что там, закон о рынке земли не очень, вот надо еще для юрлиц разрешить, а вот тогда мы подумаем и все. Ну плюс на это накладывается то, о чем заявил господин Уманский в своем интервью, относительно того, что не сформулирована позиция, по какой из программ, в каком объеме мы хотим получить деньги. И это вызывает определенное непонимание, я так понимаю, как на Западе, так и среди украинских граждан. Так все-таки, что мы ждем, почему мы ждем, на что это будет потрачено, как это отразится. Ну то есть, мне кажется, что проблема как раз вот в отсутствии, она во всем, она не только во взаимоотношениях с Международным Валютным Фондом, но мы просто сейчас об этом говорим, в отсутствии стратегии видения, видения, извините, развития дальнейшего украинской экономики и украинского государства. И вот это накладывает свой отпечаток, в том числе и на переговорный процесс с Международным Валютным Фондом, потому что, если бы в этой логике, вот грузинский пример, который вы приводите, мы сказали, знаете, господа, давайте поговорим о реструктуризации выплаты нашей задолженности, что позволит, допустим, вам просто не выплачивать нам деньги, а мы, в свою очередь, сможем саккумулировать и направить на внутренние нужды ту сумму, которая сейчас в бюджете проходит на выплату по ранее взятым кредитам. Это был бы вполне конструктивный разговор, к сожалению, почему-то наше правительство сразу это переводит в логику. Вы призываете к дефолту, да никто никакого к дефолту не призывает, речь идет об абсолютно цивилизованной грамотной процедуре. Опять же, сошлюсь на заявление господина Уманского, поскольку он является непререкаемым авторитетом финансовой части, как для меня, может быть, кто-то со мной не согласится. Он сказал о том, что даже при условии достижения договоренности с Международным валютным фондом и получения денег от них, от реструктуризации отказаться не получится. То есть, все равно ее нужно проводить. Почему этот вопрос не обсуждается до сих пор, это вопрос, так сказать, я думаю, в первую очередь к премьер-министру господину Шмыгалю. Министр финансов уже сказал о том, что Минфин Украина ожидает к концу года получить два транша на общую сумму 3,5 миллиардов долларов. Хотя вот экономисты говорят, что этого недостаточно, и почему говорится только об этой сумме, тоже непонятно. Вот дело, понимаете, дело даже не в сумме, а дело в том, каким образом, вот смотрите, мы же постоянно сталкиваемся с проблемой, куда ее потратить. Ну вот смотрите, яркий пример относительно вот этих кредитований 5,79, как бы вот, как все будет здорово. Не сработало. А в качестве основного драйвера господин Шмыгаль продолжает ту же самую хибну, да, политику ошибочную, она бесперспективна, рассматривать в качестве драйвера строительство дорог. К нам уже рассказывают о том, как здорово мы все сейчас пойдем и будем получать по 8 тысяч гривен, так сказать, подвозя щебень и трамбуя грунтовку, так сказать, на дорогах. И этого хватит для того, чтобы прокормить семью из 4-х человек. Ну то есть, значит, это позволит создать 170 тысяч рабочих мест. С кредитами это должно было создать 90 тысяч рабочих мест. И это принесет деньги в бюджет. Ни одно, ни второе, ни третье не срабатывает и не сработает, в частности, вот про этих прожектов строительства дорог. И, соответственно, как бы у западных кредиторов, ну помимо финансовой стабильности, да, у них возникает вопрос, а под что, собственно говоря, вы будете тратить деньги. Ну, кроме того, что вы будете их, как бы, там складировать в золотовалютные резервы для того, чтобы удерживать финансовую стабильность. Это здорово. Но, по большому-то счету, кредиты нужны для того, чтобы развивать, для того, чтобы получать добавленную стоимость от неких действий. И за счет этой добавленной стоимости эти кредиты потом погашать. Так работает бизнес во всем мире. Украина в данном случае не исключение. И вот здесь у нас, к сожалению, с этим возникают очень большие проблемы на уровне государственного администрирования бизнес-процессов в стране. У нас не рассматриваются проекты, которые могут дать серьезную дополнительную стоимость, из которой будут формироваться, так сказать, вот эти вот выплаты в последующем для погашения кредитов Международного валютного фонда. Поэтому я абсолютно согласен, что не 3,5 миллиарда, не 5,5 миллиардов, не 8 миллиардов. Ну, то есть, как бы без конкретно понимаемых целей использования этих денег, я думаю, что Международный валютный фонд будет всячески затягивать этот процесс выдачи кредитов. Зеленский сказал о том, что нет преград на пути, и банковский закон все-таки за него проголосует, и мы получим этот транш. Почему мы видим такое противостояние между президентом, его окружением и депутатами, которые не готовы голосовать за этот закон, и что вы в целом о нем думаете? Ну, это уже политический вопрос, ведь еще год назад, когда шли выборы, там чуть меньше года парламентский имеется в виду, и стало понятно, кто зайдет в монокоалицию, да, в правящую фракцию. То есть, было тогда уже прогнозируемое нарастание центробежных тенденций, то есть, когда внутри начнется деление на группы, потому что люди абсолютно, как бы, с одной стороны, это всех радовало, новые лица, они заангажированные, с другой стороны, рано или поздно, то есть, крупные центры притяжения финансово-промышленные, они начали оттягивать на себя часть депутатов, часть голосов, то есть, с одной стороны, это внутренние финансово-промышленные группы, с другой стороны, это западные финансово-промышленные группы, ориентированные там на демократов, на Соросов. Есть группы, ориентированные на президента, которые поддерживают и находятся в его орбите. В результате мы видим вот эти столкновения, когда инициативы президента практически спотыкаются внутри самой коалиции, не говоря уже о позиции со стороны других фракций, находящихся в оппозиции. То есть проблема банковского закона заключается в том, что он противоречит действующему законодательству. Он меняет баланс ветвей власти. Вот это ключевое, и на это постоянно указывает в том числе и оппозиция. То есть на него пытались пришить вот этот закон антиколомойский, когда поняли, что это не сработает, ярлык антиколомойского закона. Когда поняли, что это не сработает, начали уже просто говорить, да, нам этот закон нужен для того, чтобы получить транш международного валютного фонда. Так подождите, вы независимое государство, где вам не будут указывать, так сказать, всякие послы назначать вам Саакашвили или не назначать, или вы все-таки находитесь под внешним управлением? И международные финансовые институты диктуют вам, какие изменения в законодательство необходимо вносить. Вот здесь как раз и стала видна вот суть действующей власти, да, вот суть тех противоречий, которые происходят внутри как коалиции, так и внутри, я думаю, исполнительной ветви власти. Да, сейчас очень тяжелое время, все мировые страны трясет от карантина коронавируса, и украинцы, конечно же, хотят увидеть план действия власти не только выхода из карантина, но и на ближайшие годы. Как известно, финансовый комитет и таможни отправили на доработку план правительства и назвали его не больше, чем рефератом. Увидим ли мы, наконец-то, обновленный план правительства на ближайшие годы? Формально, да. Фактически это будет точно такой же реферат, который ничем не будет отличаться от рефератов и слайдов, которые рисовал господин Гончарук. То есть давайте вот принципиальный момент, который свидетельствует о том, что не будет, по крайней мере, пока в планах правительства развития украинской экономики, а соответственно Украины как государство. Это вопрос развития реального сектора. Потому что вопрос развития реального сектора, он является приоритетным для выхода из кризиса любой экономики, либо там построения цивилизованного экономически развитого государства. У нас на это просто не обсуждается. То есть максимум, к чему приходит, это поддержка существующих сырьевых отраслей, той же металлургии, которая сформирует экспортный потенциал. Это если мы говорим о реальном секторе, сельское хозяйство я сейчас не беру. Но еще раз, вот то, что было заложено Гончарукому в бюджете, дороги, большая приватизация, инфраструктурные проекты, легализация горного бизнеса. Ну вот давайте для серьезных экономистов это абсолютно как бы не аргумент. В первую очередь правительство Шмагаля должно дать ответ, а где Украина на мировой экономической карте, глобальной мировой экономической карте. Или в связи с новыми вызовами и возможно с пересмотром логистики производства после карантина. Мы видели, какие проблемы испытывали крупные мировые корпорации производственные в связи с таможенными ограничениями, карантинными ограничениями на перемещение товаров и грузов. Вот как это отразилось. Возможно мы можем найти себя где-то там, потому что мы географически более выгодно расположены, чем скажем те страны, где до этого производились те или иные виды продукции. Вот после ответа на этот вопрос можно начинать писать программу. Он будет ключевым. То есть это не только вопрос к экономическому блоку правительства, это вопрос в первую очередь к международному блоку правительства, которое должно отвечать как раз за контакты Украины с мировыми, не только финансовыми, но и промышленными гигантами, с которыми мы можем... Вот тогда мы можем как бы о чем-то начинать говорить. И второй вопрос, на который не дает этот вопрос не к Шмыгалю, это вопрос уже к господину Зеленскому, это вопрос мира. Потому что до тех пор, пока у нас не будут урегулированы взаимоотношения с Российской Федерацией, ни о каких инфраструктурных проектах, а инфраструктурные проекты можно реализовывать только под конкретный транзит. То есть вот когда Украина становится соединяющим звеном между Европой и Азией, к сожалению, без Российской Федерации реализовать эту историю становится достаточно сложно. И вот в этом направлении тоже мы не видим полное, по сути дела, заморозка мирного процесса. То есть все остановилось на том, на чем остановилось еще в декабре прошлого года после встречи Нормандской четверки. Соответственно, мы видим сейчас продолжается рост антироссийских настроений. Мы видим назначение представителя демократов в американское посольство на Украине, которое будет, собственно говоря, я думаю, продолжать ту же самую политику, которую продолжал, которая проводилась при Порошенко в 15-16-17 году. Поэтому это второй фактор, который существеннейшим образом влияет на возможности развития украинской экономики. Ни один, ни второй на сегодняшний день не находятся на повестке дня для реальной реализации. Я повторюсь, ни политических заявлений, ни обещаний, ни планов, чем запомнилось, так сказать, за год пребывания Зеленского власти, украинская власть. Это масса обещаний, как у нас все будет хорошо и замечательно. А именно реальными действиями. Вот этого как раз на сегодняшний день и нет. Поэтому то, что нарисует правительство, это будет очередным набором слайдов, возможно, которые будут использованы в переговорах с тем же международным валютным фондом, но которые никак не повлияют реально на экономическую ситуацию в стране. Да, Валентин, несмотря на то, что правительство уже показало свой план выхода Украины из карантина, предприниматели продолжают бунтовать, выходить на улицы, в том числе Киева. Что делать с предпринимателями, которые уже просят ослабить карантин для них? Ну, оно получится явочным порядком, потому что все, что я слышу на сегодняшний день от правительства, от фракции «Слуг народа», мы будем, мы подумаем, мы решим. Ну, то есть, опять, вот это все у них в будущем времени, по большому счету. Поэтому я не знаю, у меня нет рецепта, что делать на сегодняшний день предпринимателям. Об этом надо правительству было думать еще месяц назад, когда вводился карантин, когда посчитали, должны были посчитать экономическую модель и понимать, допустим, в каких секторах карантинные меры могли бы быть ослаблены, особенно, когда это касается мелкого и среднего бизнеса. Потому что та помощь, которую так активно декларирует государство, она как к мертвому припарке, она людям абсолютно не помогла. Но вот еще раз, по вот этим кредитам 5-7-9, да, было взято из ожидаемых 50 тысяч людей, которые придут за этими кредитами, пришло 300, там, с небольшим, 360 или 370 человек. Ну, вот, и взяли там на 200 миллионов этих кредитов, что по факту создаст там, ну, порядка еще 700, возможно, рабочих мест. Все, обещали 90 тысяч. Соответственно, если мы говорили о процессе децентрализации, это те полномочия, которые должна была получить местная власть для того, чтобы, скажем, исходя из конкретной ситуации, то есть не стягивать все под контроль в центр, а исходя из особенностей ситуации, как бы корректировать карантинные ограничения, возможно, где-то там усиливая контроль за их исполнением, но, тем не менее, давая возможность людям работать, зарабатывать деньги, ну, как минимум, кормить свои семьи. Мы же с вами сейчас не говорим там о каких-то там крупных предприятиях, или как раз крупные предприятия чувствовали себя хорошо. Тот же скандал с эпицентром очень ярко это продемонстрировал. И второй момент – это отношение к зарабетчанам. То есть мы видим вокруг нас, мы опять находимся в состоянии самоизоляции, но только уже не карантинной, а экономической. То есть страны говорят о том, что окружающие нас, что давайте ваших людей, мы ждем их там длительно, у нас с ними контракты, они хотят работать, они могут работать, мы обеспечим все необходимые меры. У нас правительство начинает говорить «Нельзя!» Вот мы сейчас посидим, подумаем, то есть опять все уходит как бы вот в такую неопределенность без какой-либо конкретики. Извините меня, то есть у меня такое ощущение, что правительство подготовит план действий на карантине как раз через месяц после его окончания. И выйдет как бы как, ну не будем никого обижать, с заторможенной реакцией относительно происходящего в стране. То есть пока я не вижу того, чтобы правительство адекватно реагировало на те вызовы, которые существуют на сегодняшний день в украинской экономике, в украинском бизнесе, а соответственно это ставит под угрозу и в целом функционирование украинской власти, потому что мы видим, это перерастает в некие политические уже акции движения по регионам. Да, кстати, уже появилось заявление Кабмина, то что они все-таки разрешают зарабетчанам покидать Украину на запрос Польши и Финляндии и других стран. Так что все-таки зарабетчане, похоже, что все-таки сломали систему. Нет, просто вопрос, зачем было вообще все это делать? То есть можно было сразу же влет на те запросы, дать там перечень требований, которые вы готовы их выполнить. Если получаете подтверждение, все, поехали. Зачем было лишний раз накалять обстановку внутри страны? Я об этом. Да, но Шмыгаль сказал, что зарабетчане очень нужны внутри Украины, что они могут помочь разбудовать Украину. Ну, если господин Шмыгаль считает, что для украинских граждан 300 долларов – это предел мечтаний их жизни, вот работают за 300 долларов, а именно эти цифры озвучивает правительство, рассказывая нам, что вы можете, так сказать, работать на строительстве дорог и озеленении. То есть все ваши дипломы вы можете свернуть, как бы засунуть в одно место и идти строить дороги. Извините, я думаю, что люди как бы, ну вот, и до того уже как бы пониженные в социальной иерархии, они лучше пособирают клубнику в Финляндии или в Польше, нежели будут строить дороги, потому что там они получат совершенно другие деньги на такой низкоквалифицированной работе. Вот когда господин Шмыгаль будет готов предложить… Понимаете, у нас все идет в логике запрета. То есть мы сами ничего, но мы запретим что-либо делать. Вот не запретом надо, а конкуренцией. Вы создаете такие же конкурентные зарплаты здесь в Украине, вот после этого вы можете говорить о том, что мы, так сказать, мы занимаемся протекционизмом. А когда там вам зарабетчанину предлагают 800 тысяч долларов, а здесь вы предлагаете ему максимум 300 и то грязными, из которых потом будут вычитаться налоги, простите, по-моему, здесь выбор очевиден. Да, Валентин, есть еще одна неприятная новость. Карантин обвалил оплату коммунальных услуг в Киеве и в целом по Украине. Чем это грозит? Это грозит продолжением финансового кризиса, уже непосредственно в смежных отраслях, но которые занимаются обеспечением коммуналки. Это опять ошибка правительства. То есть проблема состоит в том, что господин Шмыгаль в самом начале вышел и сказал, можно не платить, потому что мы отменим штрафы. Украинцы сделали по, так сказать, национальной традиции, они сделали копию, вырезали кусочек фразы, потому что, так сказать, про штрафы и оставили первую часть предложения, можно не платить. Вот отсюда и пошла лавинообразная тенденция неплатежей по регионам. Причем это касается всех. Это касается электричества, это касается облэнерго, это касается облгазов, это касается теплокоммунэнерго, это касается водоканалов, потому что все эти предприятия живут за счет тарифа. И зарплаты людям, которые работают на этих предприятиях, заложены в тарифе. То есть это увеличение, как бы не выплаты зарплат, это увеличение задолженности по цепочке, которая будет очень негативно, вплоть до, возможно, в некоторых регионах до коллапса, в части работы и предоставления коммунальных услуг, работы коммунальных предприятий. Вот это критично и это опасно. Потому что вместо того, чтобы, привожу пример, потому что, как бы, критикуя, предлагаю. Я предлагал месяц назад, господин Шмыгалю, выйти и сказать, что, господа, мы реструктуризируем вам платежи за коммуналку. Условно говоря, мартовскую коммуналку вы должны оплатить 30% или 40%, а остальное реструктуризируется, например, до следующего отопительного сезона. Или вы по любому виду коммунальных услуг оплачиваете, если у вас нет возможности, 40%, если у вас нет субсидий, как бы, остальное реструктуризируется до конца лета. Для чего это было нужно? Вы таким образом снимали налоговые штрафы и прочие финансовые санкции с игроков рынка. Потому что, ну, тот же Облгаз, в конечном итоге он замыкается на Накнафтогаз Украины, а Накнафтогаз Украины замыкается на бюджет. То есть вот эти, как бы, очень простые, несложные алгоритмы, они просто не были продуманы. И по факту правительство через месяц, уже к концу мая, да, там, к началу июня, оно столкнется с этой проблемой в коммунальной сфере, которую сейчас они просто стараются не замечать. Так что вот вопрос подготовки к отопительному сезону, проведения плановых ремонтов и так далее и тому подобное, все то, чем занимаются коммунальные предприятия в обычном режиме после окончания отопительного сезона, это все теперь становится под большим вопросом. Да, Валентин, и последний вопрос. Можно ли говорить о том, что правительство Шмыгаля сейчас проходит испытательный срок? И по вашим ощущениям, пройдет ли он этот испытательный срок? Да, у меня такое впечатление, что оно просто не выходило с испытательного срока Гончарука, и он плавно перешел этот испытательный срок на правительство Шмыгаля. Еще раз, смотрите, после увольнения Уманского стало очень четко, я в принципе и ожидал. У меня было удивительно, что Уманский туда зашел, а теперь он оттуда уволен за три недели, абсолютно понятно. Это не правительство развития, это не правительство усиления украинской экономики. Это правительство, которое в состоянии максимум выполнить те требования, которые звучат со стороны международных финансовых организаций. Вот это они, возможно, как бы реализуют. Все остальное, извините меня, никаких тектонических сдвигов, никаких принципиальных решений не планируется и не планировалось. Значит, соответственно, люди пришли туда пересидеть. Ну, как бы какое-то время, не знаю, может получить запись в трудовой, может кто-то там вот себе там, как сказать, до всех ограничений денег нарубить, каких-то там по 300-400 процентов премиальных. И тихонечко как бы отползти, причем ведь это же... А возможно, кто-то сел на решение каких-то там финансовых схем, это тоже далеко не исключается. И мы же прекрасно знаем, что если ничего не поменялось как бы со времен Порошенко, то почему новые министры будут отказываться от такого лакомого куска. Поэтому и самое главное, ведь это же никакой ответственности за собой не несет. Потому что мы это видим потому, как работало правительство Яценюка, правительство Гройсмана, правительство Гончарука и теперь работает правительство Шмыгаля. Поэтому до тех пор, пока парламент не возьмет контроль за деятельность у Кабинета министров, жесткий контроль с жесткими выводами вплоть до уголовных дел, ну я боюсь, что ждать от этого правительства каких-то прорывов не приходится. А по вашим ощущениям Верховная Рада может объединиться вокруг этого вопроса? Ну была бы политическая воля у Верховной Рады, но Верховная Рада занята сейчас совершенно другими делами. Еще раз повторюсь, мне кажется, они не совсем понимают, зачем они, ну по крайней мере вот эта монокоалиция, зачем их туда собрали, чем они должны заниматься и какая вообще конечная цель их пребывания в стенах парламента. Поэтому ожидать, что они будут заниматься такую позицию по отношению к Кабинету министров, тем более они сами голосовали за это правительство, я очень сильно сомневаюсь. Ну что ж, Валентин, на этой позитивной, как говорится, ноте будем заканчивать. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться с нами. Ильянский был с нами на прямой связи. Спасибо, что смотрели нас и не забывайте подписаться на наш YouTube-канал.